Все понятно. Опа, пошел пик, пошел пик, и сразу же забанили Алистара, то есть, не хотят видеть Алистара, вот, видимо, Аронея, что ли. Здесь Картус сразу же, то есть, не хотят на все с пика давать Картуса, и Грагоса запрещтили ребята, несмотря на то, что Асилот всеми силами пытался подтолкнуть вражескую команду к своей, и всячески другими действиями саботировал игру, все равно не нравится им Алистар, соответственно, не забанена Ариана, и сейчас, скорее всего, будет Ариана, вот. Асилота, посмотрим. Забанен Малфит также, то есть, ну, это стандартная тема, то есть, для команд не самого высокого уровня, то есть, эйсеры сильны, но, вот, видно, в них нет чемпионской жилки, совершаются странные мувы, ошибки, и, вот, в том числе, такая логика команд чуть выше среднего уровня, то есть, хорошо себя показали в прошлой игре Грагоса и Малфита, давайте мы их забаним, все, мы их забаним, и, значит, все. Ну, понятно, что у СК, СК явно умеет играть больше, чем двумя героями. Эйсеры сразу забирают Ешена, потому что, несмотря на то, что ему порезали КД на ульт, все равно он остается более-менее актуальным, хотя сейчас его пикуют не так часто. Ну, посмотрим, как эйсеры смогут реализовать. То есть, вот, те же М5, например, тоже показали, вот, именно, что они шарят движуху, когда все говорили, забаньте, забаньте Анивию, пацаны, это ключ к победе против Фрогена, но М5 четко понимали, что, ну, забанят они Анивию, будет Ария, забанят Ария, будет Картус. То есть, ну, все равно, здесь сразу же Арияна и вертолет, ну, заставляет оппонентов СК, все-таки, СК заставляет своих оппонентов взять Изрила, видимо. Но Изрил и Корки сейчас очень актуальны, потому что, как я уже говорил, много файтов в мидгейме, когда они наносят максимальный урон, в принципе, и, к тому же, у них есть по одной способности спастись. Способность спастись, нормально. Вот, то есть, конечно, тот же Генжи, который играет на Коге, настолько хорошо маневрирует, что даже без эскейпа он сможет, он может выживать. Вот, соответственно, у этих парней, эти парни немножечко пониже уровнем, чем Генжи, хотя, в принципе, Yellow Star сильный, тоже, что скажешь, Покестайл когда-то был там в топ-5, по-моему, или топ-3 европейского рейтинга, но, тем не менее, дополнительная возможность спастись, она всегда хороша. Забирает и Серессону и Моргану. То есть, АОЕ ульт, это всегда хорошо, конечно, Силавер не показал нам Супер Моргану, но и не был ужасный Морганой, то есть, ну, так, средненько, средненько. Два пика от СК, то есть, скорее всего, они не будут палить сейчас своего топера, если, конечно, не захотят там пикнуть Коунть Йорика, который сейчас в последнее время стал очень популярным. Моукай при забаненном Алистаре и Малфите, это, в принципе, довольно-таки прогнозируемо. И Асилот сейчас, да, саппорта берет Асилот у нас с Жану, и не палят они топера, то есть, топера они смогут контрпикнуть. Ну, это стандартная тема, то есть, Ариану они хотели взять любой ценой, поэтому позволили здесь взять, ну, позволили попытаться, по крайней мере, взять кого-то, кто не проигрывает Ариане. А вот топера сейчас эссеры возьмут, скорее всего, это будет Йорик какой-нибудь, который уже у них был, в принципе. Хотя, нет, на топ они отправят Шена, а в леса пойдет Ноктюрн. Ноктюрну даже одно время часто банили, М5 играет завтра. Вот, и Грейвс, здесь будет Грейвс, также есть Скейп, в принципе, не такой клевый, конечно же, как у Изрилла, но тоже есть. Вот, ну, странно, что не захотели они взять того Изрилла, например. Ну, хотя у Грейвс тоже есть свои плюсы, то есть, линии очень сильные в начале, особенно Сона плюс Грейвс, то есть, возможно, ребятам придется более-менее сложно. Так, и Ароне, неужели Гарина? Неужели Гарин против? Ну, смотрим, что... Нужен герой со станом, как минимум, для того... Либо очень сильный пушер, либо станер против Шена. То есть, когда Шена улетает, надо запушить линию, чтобы он потерял, там, два крипов, например. Даже, например, сделали один килл они на боте, получили, там, не знаю, 500 своей голды родной, но все равно он на эти 500 голды Шен крипов потерял. Вот, это было бы идеально. Вот, либо станер, то есть, когда Шен вылетает, его Ирелия застанет. Кевин, в принципе, неплохой игрок, и сейчас мы посмотрим на Ирелию, давно ее не видно. Давно не видно замечательную Ирочку. Я комментирую второй матч между СК и Айсер. Фавсотка. Лебланк редко берут, потому что она не сможет загангать ни черта. То есть, с мида парень будет уходить, когда у него некоторые проблемы. Это только там на лоуэлла, в нормалах у парня половина хп, у Лебланки есть ульт, а он стоит на линии и думает, а вдруг? А вдруг я выживу? И ЛБ выстреливает прокастом, убивая его. Здесь таких ошибок не будет. Ну и вардов тоже много поставят. Хотя вот, например, Лексич отлично отыграл на Касадине, даже в таких ситуациях. Акали это герой такой, единал, то есть волк-одиночка. Поэтому в таких командных именно матчах, когда все складывается на тимплее, нет места, к сожалению, Акали. Или, к счастью, о, Шен, Шен Сёгун, интересно. Так, телепортов здесь на этот раз на топе нет. Если вы помните какой-то матч с Дримхака, по-моему, там Шен, я помню, так Ирелию загнобил, чтобы просто было жестко. Ну, конечно, так не будет сейчас. То есть будет фарм, 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 фарм на топе шестого левела. Шен постарается как-то помочь Ирелия. У Ирелия, видите, у нее есть и пуш, и у нее есть стан. Даже если у нее ХП чуть больше, она зайдет под таверку, ее таверка надамажит. И, может быть, она успеет сбить телепорт Шену. Ну, посмотрим. Все расходятся по лайнам. Небольшой начальный подлаг стандартный. Все с ботинками, но это, в принципе, неудивительно. Единственное, что... А, кстати, Сона вообще без хилок, с двумя вардами и ботинком. То есть пытаются они именно вначале в какую-то агрессию идти. Грейв стоит тут, подтанцовывает слегка. Лол про на миде. Так, ну, давайте пока экшен нет, посмотрим вообще, что происходит. Я вижу сам себя в стриме, ты рад. Да, на Ариан взят Клинз для того, чтобы не попасться под байдинг и ульт Морганы. Мало ли что произойдет. Но, на самом деле, Ариан, конечно, свою боевую мощь тоже значительно ослабила. То есть, так-то... Ну, с другой стороны, все равно, Моргана под щитом она вряд ли убьет. И поэтому решила не париться. Кинул осилот шарик туда-сюда, проверяет. Здесь сразу же вард от Сона для того, чтобы контролировать. Джана также поставила вард, его чуть не убили. Но не успели все-таки. Был бы чуть поближе ногтю, но, может быть, успели бы. Так, что у нас происходит? Шен отправился на базу за четвертой хилочкой. В принципе... А, значит... А, ну да, отсюда он сейчас ее купит. Без проблемы. Релия сделал то же самое, тоже уже стандартная вещь. Я, по-моему, про это говорил Блорн довольно давно, очень давно. Что, типа, прикольно, надо так делать. И сейчас все так делают. Корки своровал крипа. То есть осилот яйцом своим просветил. И Корки расстрелял под щитом быстренько. И еще они бегут помогать ароне. Кидает на него щит там. Ну, всячески, короче, облегчает его существование в лесу. Дошли топперы до своей линии. Здесь Грейвс будет фармить. Корки потерял одного крипца. Давайте дальше смотреть. Второго. Нормально. Здесь врон к фокусу крипов, и поэтому Корки получит. Давай-давай. Оп. Нормально этого. Все хорошо. Здесь Шен закидывает Ирелию клинками. Ну, в принципе, хороший Шен так и должен делать. То есть крипов добивать с руки, Ирелию закидывать. Манны у него нет. Хотя, все равно, чаще всего он будет клинки тратить на фарм. Потому что Ирелию бить довольно сложно. Посмотрим. Ноктерн берет синебаф. Естественно, себе. Маукай тут у нас с гастами разбирается. Маукай благодаря притяжке очень хорошо гангает. Поэтому ему не нужен шестой левел для того, чтобы себя реализовать. Здесь сразу желать такой заранее. Ничего себе. Продуман. Красному бафу. Ну, тут на самом деле... А, у него есть смайт. Так-то у него некоторые проблемы. То есть это не Ноктерн с большой атакой, который быстренько там с разворота крипов забирает. Один атака спид у него неплохо. Руны, что ли? А, ну щит, щит, конечно, дает атака спид. Не забывайте. Так, ну что ж. Здесь какая-то драка пошла. И Сону подбрасывает и гнаетит. Она вынужденно флешится и очень вовремя экзост на Пуки Стайла. Также кинут, когда он стрелял. Именно когда он стрелял. То есть экзост на РДД в большинство файтах надо стрелять, кидать именно в тот момент, когда он может стрелять. На самом деле у РДД бывает, что за замес всего лишь 2 секунды таких есть. И саппорт может решить исход битвы тем, что вовремя кинет экзост. И вот эти вот 2 секунды РДД не нанесет почти никакого урона. Конечно, экзост не такой читерный, как раньше. Там 100% кассение по врагу. Но тем не менее. Зато он теперь еще и магический урон снижает. Ну, в принципе, это грамотнее. Так, Маука идет к боту. Здесь пока вардов нету. И сейчас, скорее всего, будет какое-то действие на боте. Хотя, Грейс понял, что он запушил. Надо бы отойти. Жанна заходит в кусты. Посмотрим, неужели они убьют Пукестайла. Отличное подкидывание. Но он отпрыгивает неплохо. Так, экзостится Маука. И в итоге Пукестайл выживает. Но тем не менее. Желать такой. Вообще в панике бежал. Тем не менее, потраченный экзост. Но на ботлайне экзоста и так нет. Так, ну и Релия. Что у нас? Релия сходила на базу. Ничего-то по ней не попасть. Доранз Шилд. Плэйрелия собралась натерпеть. Терпильная Релия. Знаете, Доранз предметы очень много фиксили. Но Доранз Шилдая это особо не касалось. Потому что его редко берут. 120 хп. Армор. Хп реген. Все, что надо на лайне. Конечно, из него ничего не собирается. Но, тем не менее. Он неплох. Так, здесь врывается в наглую на Асилота. И он испуган. Но байдингом все-таки Моргана не попадает. Причем как-то... Ну да, не знаю. Все-таки фир это не стан. Вот как нам показала прошлая игра. Силовер очень хорошо попадает байдингом по застаненным целям. А вот когда цель двигается, уже определенные проблемы. Ну, в принципе, у всех Морган так. Сейчас Ноктерн пойдет на топ. Но пройдет по варду. И поэтому Релия спасется. Она сразу начала убегать. Но у нее здесь очень много крипов. Ей надо вот прыгать. Релия на самом деле очень так вот опасна. То есть, кушкой вы легко прыжком добьете крипа. Так, в этот момент Фестблат там был на боте все-таки с Маукаем. Блин, и здесь дракость. Что вам показывать? Паника. Так, давайте посмотрим на топ, а потом бот я вам перемотаю. Давят здесь у нас Кевина. Он прыгает, пытается Шенну убить. Но приходит Ариана. И поэтому спасает Ирилию. Сейчас еще и Лолпро. Здесь убьют, но сейчас будет флэш от него неплохой. Сразу же, если за ним Кевин. Никто не зафейлил флэш в очень сложной ситуации. Вот это жесть. Замедление Лолпро и ускорение себя. Давайте теперь далеко-далеко назад перемотаем, что произошло на боте. Очень хорошая игра. То есть, много экшена. Видимо, здесь раны, ребята, пошли в атаку. Ожидаем Маукая. То есть, Маукая бежит. Обходит. Вардов все еще нет. Хотя есть один вард у Сона. Не знаю, почему она его не поставила. И не в первый такой врывайз. Я клевый, пацаны. А Грэкс не растерялся. Взял, расстрелял его. Очень хороший мув от Пуки Стайла. Но за это он поплатился жизнью. Но вариантов у него, в принципе, других не было. Ну и на топе жесткая драка. Давайте снова посмотрим. Так. Приходит ведь Ариана, щит. И поэтому минус 760. Ну, на самом деле, когда нет вардов и когда ушел вражеский АП кэрри, конечно же, не стоит давить. Это ошибка от эйсеров. Ну, и СК сделали все идеально. То есть, опа. И все. Прыжком добили. Конечно, прыжок прям под байдинг был. Но неважно. Все, теперь надо ускорять. Да, очень хорошо сыграл Пуки Стайл. То есть, было понятно, что он умрет. Но он забрал с собой Жанну. Причем забрал ее на Фест Блад. И не дал оппонентам Фест Блад. Ну, вообще, короче, парень мастер на все руки. Релия сейчас запушит этих Кребцов. Скорее всего, на базу пойдет. Хотя нет, она остается пока. Разменялись ударами. У нее есть тюльт. А, ну да, у нее есть тюльт. Поэтому она никуда не уходила. Сейчас она тремя прыжками заберет Кребцов. Скорее всего. Давай, оп. А маны нету. Нету 75 маны. Поэтому ничего она не заберет. Конечно, ульты ей пофиксили таким образом, что теперь даже дальних крипов им сложно добить. Я считаю, это как-то нечестно слегка. Я считаю, надо как-то... Ну, с другой стороны, если ей бафать ульт, то надо нерфить что-то другое. И тогда уже будет другой герой. Так что лучше не надо. А то рет они такие. Как возьмутся кого-то переделывать, так уже... Потом это как, знаете, пластическую операцию в фильмах делают. Там покрывало себя снимают. Да ты видишь, о, ё-моё, что стало с моим носом? Он теперь не на 4 метра вперед торчит, а. Хотя бы более-менее нормальный. Вот. Так и здесь. Как герой из-под ножниц Риотов, из-под ножа Риота выйдет, уже непонятно, кто это такой вообще. Не факт, что он будет слабым, но это будет другой персонаж. Так, Маукай подходил к боту, он уже купил оракул благодаря удачному гангу. И поэтому будет сносить варды. Сона эти варды должна ставить, конечно же. Но у неё их нету. У неё есть Рубикристалл. Вот. А теперь бот очень уязвим гангом. Пакистайл у нас, видимо, любит пушить. Релия берёт големов, пока её никто не трогает. Здесь сразу же лук, то есть невероятно быстрый Витсен хочет собрать и Релия. Ну, зарешал этот дайв, на самом деле, никчёмный. По идее, Шен должен был гнобить линию, но Эйсеры опять совершают ошибку. И в этом матче тоже. И получается, что и Релия, вместо того, чтобы быть загнобленной и уничтоженной, она будет тащить сейчас. Ну, если не тащить, то, по крайней мере, будет у них прийти от Шеном. А в Лейте, конечно же, если у Релии такой же фарм, как у Шена, то в Лейте она полезнее. Если, конечно, у Шена там плюс 3000 голды, то он тоже наносит неплохой урон, но в такой ситуации всё сложно. Так, видите, Релия зафейлила прыжок, но всё равно она будет всё добивать, в принципе, и плевать. Так, Шен бежит своему родному топу. Он также взял дроншилд и ботинки на армор, что означает, что жизнь у него не очень весёлая. Проблемы с моралью у Эйсер некие, ну, вот такие ошибки, наверное, только эти можно написать. Ну, как-то всё у них вяленько продвигается. Но, с другой стороны, Пуки Стайл неплохо сыграл. Так, Маукай, надо, конечно же, к боту, я считаю, подходить, потому что вардов здесь нет. Правда, Корки тут что-то ультой раскидывается направо и налево, то есть пушить не надо, потому что придёт Маукай, может загангать. Марган, кстати, с телепортом. Ну, Силавер, видимо, хочет повторить рекорд прошлой игры. Если вы помните, он полетел на перерез оппонентом, а СК взяли, развернулись и убили всех, кроме Маргана. Потому что Маргана там не было, в принципе, она выполняла стратегический манёвр. Три бутылочки на хилку у Эрелии, есть бутылёк на манну, важный в таких ситуациях. Потому что кто-то, например, придёт здесь и гангать, а у Эрелии манны нет, она застанет, не сможет, неприятно. А вот с этим бутыльком сможет. Полезная довольно-таки вещь. Эрелия решила с Шеном разменяться по ХП, но это обычно не очень хорошо. Ничему хорошему не приводит. Поэтому она отошла, пьёт хилку и поставила вард. Маукай готовится идти к Миду. Сейчас он возьмёт этот вард. Куда ты уходишь? Боится он байдинга Марганы. То есть, если бы Маргана была где-то здесь, то она сразу же бы в него кинула байдинг. А он взял, после первого удара отошёл, и если бы байдинг был, то он бы его задоджил. А если нет, ну, потратил там буквально 2 секунды. В принципе, это не так важно. Массовый рекол какой-то здесь. Потому что ребята запушили линию и боятся. Это как я обычно всегда делаю. Запушил линию, и потом... Блин, джанглер запарил приходить. Чё он постоянно ходит, вражеский джанглер, сюда? Так, здесь влёт в Ирелию, но рядом есть Маукай, который постарается защитить. Приковывает он Ноктерн, но в итоге Ирелию заферяли. Но всё равно она сильна. Также здесь ещё и Ариана. Маргана, правда, телепортируется. Сейчас будет байдинг. Опа, всё-таки затаунтили у нас здесь Ирелию. Но Ушена в итоге меньше ХП. Ариана свапает. Ноктерн бежит за деревом. И сейчас будет минус Арака. Вот это жесть. Правда, Лолпро скорее всего сам умрёт. Нет, Шен на него ультанул. Минус ещё Ирелия на луже. Вот это жесть. Эйсеры молодцы. Эйсеры показали, что у них всё ещё есть. Зубы, клыки и когти. Да, телепорт на этот раз зарешал. Но увидели, как всё было интересно. Неплохо. И Шен спасся. И в итоге свой щит использовал. И минус Аракул здесь. И на самом деле ситуация не очень приятная. То есть, по деньгам одинаково. Но не забывайте, что здесь минус Аракул. Да. Ну, правда, несколько вардов там сломал у нас. Ну, окей, ему не так обидно. Четыре варда, по-моему. Или три сломал. Ну, 75 голды вместо 400. Если у вас экономическое образование, вы понимаете, что это не очень выгодно. И даже если его нет. Но всё равно Роне покупает Аракул. Он даже ещё без Философера это делает. Уже второй Аракул берёт. То есть, он хочет реализовать свой потенциал гангера. Да, вот, кстати, клинз. То есть, был бы Игнайт, подожгли бы ногтю, но убили бы. А так нет. Ну, зато в тимфайтах будет попроще. Так, здесь неплохой ульт на Корки. Корки вынужден отлетать от всей этой жести. Ниф тоже ультанул, его подлечил чутка. Ну, проказ был больный. Он практически мгновенный был, но очень больный. Корки почувствовал, что у него обшивка треснула у вертолёта. Так, Роне проверяет варды дальше. Сейчас он сломает этот вард, но с гангами его пока не задаётся. Но, с другой стороны, Ашен вот ещё один вард поставил. Существование которого Маукай не знает, скорее всего. Так вот, Шен, в принципе, не будет тратить таунт. И поэтому от гангов он, скорее всего, уйдёт. Тем более, он довольно плотный. Но вот как вот этого парня, как гангать, я даже не знаю. То есть, у него 2000 хп уже и 100 армора. Давай, нападай, называется. Как смысл его гангать, если он всё равно райт-кликом и бежит на базу. Он даже реколаться не будет, а просто пешком вернётся. Потому что он пафосный и клёвый, и толстый. Так, Корки с Жанной проходят по варду. Неужели они будут пушить мид? Неужели это манёвр такой, отыскать? Смотрите, все, все прибежали на мид. Вот какие-то новые тенденции появляются в League of Legends. То есть, буквально там месяц назад все бы остались на боте, продолжали фармить. А здесь они, видишь, такая возможность, надо взять и сломать мид. Но башню они доломать не успели. И сюда подходят разные ребятки. Грейс в этот момент ломает бот и, к тому же, ещё и фармит. Корки в фарме немного отстал. Правда, он линию запушил, и всё не так плохо в этом плане. Ароне ломает варды. Потихонечку. Шен закидывает всё кинжалами. Ну, таунт на один, как обычно. В принципе. То есть, максится кинжал. Здесь кушка максится, естественно. Потому что она опасная. Ну, если у вас совсем всё хорошо, и вы часто гангаете, конечно, иногда Ешку максит. Но это редко. Кушка всё-таки и даёт вам прирост к атаке, и ускоряет вас. Да и вообще, всё, что надо хорошему гангеру, даёт кушка. Так, ну, Корки потихонечку здесь фармит. Давайте посмотрим. 100 крипов на 125. Корки опять впереди, несмотря на то, что в прошлой игре на Корки у нас был покестайл. На, Грейвс неплохо так наполучал. То есть, Жан тут щит дала и всё. Грейвс там... Пока Грейвс стрелял крипов, вертолёт стрелял по Грейвсу. Ароне подходит к боту. Сейчас будет ниндзя-ганг, скорее всего. Если здесь варды. Вардов опять у Соны нет. Она какая-то нелюбительница вардов. Ароне начала реколываться заранее как-то. Ну, это так. Просто на всякий случай. И сейчас будет врыв от него, скорее всего, в пуке стайла. Моргана там лоу хп. Подождите, не деритесь, парни. Тут у нас экшен на боте. Так, опа. Притяжка одновременно с Желудем. Откидывание назад. Правда, неплохо ультует Сона. И летит сюда Шен. Ух ты, Жан на всех откидывает. И в итоге всё обошлось без жертв. Так, Моргана там чуть не умерла от опасного Асилота. Вместе с Ирелией. И сейчас будет сломана таверка здесь. Мало того, что они запушили топ, ещё и на меде башню взяли. И в итоге вот благодаря этой башне они как раз и впереди. По деньгам. Да, неплохой такой экшен на боте. И видно, что к Шену уже не особо все привыкли. Мне понравилось кинутый Желудь одновременно с притяжкой. То есть, чтобы Желудь взорвался гарантированно. Витсент есть у Ирели. В принципе, и некоторое количество хп у неё есть. Так что она Шену не очень боится. Подходят у нас Эйсеры к Дракону. То есть, они не хотят совершать ошибку из прошлой игры. У них есть Моргана, небось, с ультом. Нет, Моргана ульты, кстати, нет. Ну, в принципе, далеко очень СК. То есть, тут даже нечего и обсуждать. Хоть у Моргана и нет ульты, всё равно некому здесь мешать. Правда, сейчас попытается их поймать. Врывается Ирелия. На неё сейчас будет там ультовать. И Аранея очень быстро уходит. Правда. Очередной Оракул минус. Лоу-про умирает. А, Ариана ещё не ультовала. Ультанула сейчас молоко. Сейчас будет минус Шен. Ещё одна. Ещё один выстрел. Да, и гонят здесь Моргана. Моргана также не выживет. Несмотря на кривую ульту от Асилота, всё неплохо вышло. Так, ну, Моргана здесь, в принципе, смертник. Она идёт под вражескую паурку. Флэшается. Неужели она обманет оппонентов? Асилот прыгает за ней и добивает её с руки. Так, подождите. Давайте вернёмся к этому файту. Довольно интересно. Это был, по моему мнению. Так. Дракона забирают. Клёвые парни. Все вместе. Нет ульты у Морганы. Это очень важно. Очень важно. То есть, дракона забрали. Молодцы. Надо было бежать. Врывается у нас Ириэлия. Пытает всех убить. Всё под ультом Маукая. Грейс, правда, стреляет. Вертолёт тоже стреляет. Минус Аранея. То есть, в первую очередь, фокусили Маукая. Ириэлия всё время расстреливала. Вот косой ульт от Асилота. Да, Ириэлия дерётся. Бьют танка. Грейс отошёл. Ну и минус Моргана. Моргана, которая была без ульты. Вот. Ну, в принципе, тут всё понятно. Давайте теперь ускорим. Так. Ну, единственное, что СК вот такое преимущество никак не реализовать. То есть, обычно после этого берут либо дракона, либо башню на минде. Но нет ни того, ни другого. И поэтому они на боте забрали таверку. Но Грейс сейчас делает то же самое. Шен подходит к топу. Вардит его. Маукай потерял 2 оракула уже. 800 голды в молоко. Обидно, парни. Но, тем не менее, он ломал варды. Он пытался что-то сделать, правда. Не особо он загангал, конечно. Но, тем не менее. По крайней мере, не дал Шену хорошо загангать. Ну, не забывайте, что здесь Ноктерн летает. Здесь Шен летит. И то, что никого не убили, в принципе, это, конечно, неприятно. Но, тем не менее, зато и оппонента никого не забрали. А хотя могли. Так, Корки здесь дерется с Шеном. Приходит Жанна. И сразу же Шен начинает отступать. Потому что его там подкинут. Замедлят. Щит наел у Стара. Ну, прочие неприятные вещи. Да. Так. Ну, что ж. У нас Моргана будет играть в фаст-часы. То есть, отменяется у нее Бусал. Потому что иначе ее очень быстро убьют просто. Опа. Асилот забирает Гаста. На самом деле, это не так важно в плане денег. Но вот в моральном плане это серьезная такая вещь. То есть, ну, я не думаю, что у силовера после телепорта из прошлой игры настроение на максимальном уровне. Так, и Слоу Про хочет ломать Вард. И сейчас это сделает. Вот Слоуна так издалека похиляла. Нет, он не будет ломать Вард. Все собираются в довольно узком пространстве. Есть Шен, но у Шена нет у ульты. А, нет, уже есть ульта. А, он не ультовал. Просто завесить, откуда у него ульта денется. ССК снова вот так вот пушат. И сейчас, скорее всего, будет какой-то врыв. Так, ветерки ультуют на всякий случай Маукай. Но в итоге башню не забрали. Но и эйсеры не ворвались в удачную для себя позицию. Потому что нет Морганы. Хотя у Морганы есть телепорт. Но пока она будет телепортироваться, на самом деле, на таком этапе уже кого-нибудь сбрить могут. Морганы телепортируются зачем-то на мид. Вообще непонятно, зачем она это сделала. То есть, СК уже ушли давно за километр. Уже у своего синего бафа. А Моргана такая, я лечу, парни. Продержитесь еще немного. А ей сказали, забей. Враги уже давно в своей столице. Но, тем не менее, похвальный, похвальный шаг. Маукай решил зафармить топ. Думает, пошли вы все к черту, я за вас оракулы покупаю. А вы такие все юзлисы. Реля, кстати, с красной баночкой под файты. Это очень хорошо. Потому что может ей чуть не хватить хп. То есть, ее постарается зафокусить. Потому что с Витсендом она наносит много, очень много урона. На таком этапе. И поэтому баночка дает. Ну и атаку она, к тому же, дает. И хп. Так, Маукай в этот момент пушит здесь. Эйсеры ожидали, видимо, какого-то давления на миде. Ну, Аронея здесь сломал таверку. Как-то сейчас, видите, пытается вообще минимальное преимущество получить. Все-таки вот эти вот сломанные башни. Две башни сломал, уже полторы тысячи голды для команды. На самом деле. Все, наконец-таки он сломал башню. Подходит сюда Грейв с красным бафом. Сейчас будет его замедлять. Опа, своим замедлением Ароне не попал. Ну, неважно. Все равно он выживет. Все равно дерево спасется. Лес. Прибежит она в свой родной лес. И все будет хорошо. Здесь Нокторм летает Василота. Еще Шен сюда летит. Ой-ой-ой, он свапнуть пытался. И в итоге эйсеры решают сделать рывок на Нашор. Это забавно. Асилот прям их подвел к этой мысли. Такой, парни, а смотрите, здесь Нашор есть. В этот момент здесь ребята пушат и попытаются забрать в сторону за это все дело. Конечно, хорошо было бы прийти, но прийти у них возможности нет. И Нашор сейчас будет убит на 20-й минуте. Так, Минусона здесь. И сейчас еще все-таки будет сломана сторона. Очень медленно забирает Нашора, потому что, ну, Маргана не такая хорошая в этом плане. Ну, Маукай с другой стороны пытается помочь. Сейчас будет попытка застилить, но все-таки, все-таки забирает у нас Нокторм Нашора. Если бы не забрал Нокторм Нашора, на самом деле было бы все слишком ужасно, потому что здесь две таворки. По крайней мере, по деньгам СК купили этого Нашора, но... У них теперь есть... У эсеров теперь есть очень сильный баф, который на таком этапе невероятно важен. То есть сейчас надо СК терпеть какое-то время. Отказаться от своей излюбленной пуш-стратегии, когда они бегают и пытаются сломать все башни. Тем более башни они почти все уже сломали, то есть делать им нечего. Надо сейчас подождать. Надо переждать. Только ночь где-то там... Ночью сныкаться, днем убежать от оппонентов. Ну, в итоге, короче, когда баф закончится, в принципе, все для них будет значительно лучше. Так, улучшенная чашка у Арианы. Это уже стандартная вещь для этого героя. То есть это и КДР, и вообще все хорошо. И Мэджик Резист. Учитывая, что, в принципе, Ариана будет фокуситься. Это не Маргана, которая ультанет и под часами. То есть главный ее ульт, по крайней мере, по одному герою полностью пройдет, скорее всего. И уже, в принципе, основную свою полезность она исчерпала. А у Арианы постоянные прокасты, ее пытаются убить. И вот МД, в принципе, неплох. Так, здесь Айсеры пользуются преимуществом на Шора и забирают Дракона. Асилот один здесь как-то в роли Смертника. Ух ты. Мне кажется, сейчас Асилот может забайтить свою команду на Драку. Не, он все-таки отходит, и остальные СК тоже отходят. Вот, а Айсерам, конечно же, нельзя дать оппонентам затаиться. Надо их выковыривать из-под Тауэрок всяческими образами. И сейчас они будут ломать эту Тауэрку. Такимен попал под байдинг, но, в принципе, не так важно. Он ультой отхилялся, отпушил крипов, Корки кидает ракеты массово. Асилот также аккуратненько подходит. Хочется так подойти, но, на самом деле, можно за это поплатиться. И врыв Пуки Стайла, но Пуки Стайл отходит далеко. Он отошел. Отличный ульт от Арианы, но сразу же минус 2. Здесь слишком много дэмэджа у ребят. Йеллоу Старр стреляет по Силоверу, но вынужден отходить, потому что его команду разбирает. Ну, на Шор сейчас дает слишком большое преимущество, чтобы драться. То есть, совершили СК ошибку. Но, с другой стороны, они потеряли двух героев за одного, но сейчас им снесут 3 Тауэрки подряд. Стерели еще здесь что-то делает. Не, ульты еще нет, в принципе. То есть, что она хочет. Успела бы Риколанцев вернуться. Да, 3 Тауэрки. Ну, в чем была ситуация? Попытались они убить Пуки Стайла, пока он подошел. Но, в итоге, у Маукаи ни черта не вышло, потому что Пуки Стайл отпрыгнул, флешнулся и на ее щит повесили. Так, здесь врыв Йеллоу Стара. А, ну, здесь... Не, на самом деле, слишком быстро, ребята, воскрешается. Если бы были бы 18 уровни, здесь бы уже ГГ попахивало. Но, в итоге, 760 здесь что-то отдался. И Тауэрку они здесь не забрали. Опа, Лампочка Крип. Не, не заберет Лампочка Крип. Все дело. Прыгает Ирелия, но Моргана встанет. И, в итоге, Моргана здесь оставили. Ну, конечно, давить не надо на таких этапах. Все-таки, у ребят довольно невысокий уровень. И они быстро воскрешаются. Грейс отпрыгивает. Ноктерн пытается улететь. Ноктерна почти есть. Айгис. Так, ну, СК тоже пушат как могут. То есть, они видят, что оппоненты отходят. И, как минимум, эту Тауэрку они сейчас заберут. Причем заберут наглую. Танчет у нас Ниф. Ему даже щит не пробили. Но дальше идти смысла нет. Здесь тут Крипы. Ну, и к тому же оппоненты скоро переодятся. Надо забрать их лес. Ну, сейчас Эйсеры, то есть, совершили ошибку. Несмотря на то, что они все делали очень хорошо. Они зачем-то решили отдаться. На самом деле, с нашурубафом они еще по топу могли бы пройтись. То есть, забрать эту Тауэрку, отойти и быстренько рекомендуется. Быстренько марш-бросок на топ. Вот. И, как минимум, одну Тауэрку еще забрать. Получить еще больше денег. И потом уже победить. То есть, понятно, что... Ну, к тому же, они бы вскрыли МИД. Но они и сейчас имеют доступ, в принципе, к ингибитору. То есть, получается, что вы ломаете три Тауэрки. Получаете очень много голды. Делите 50. И еще ломаете здесь все это дело. То есть, по деньгам все слишком хорошо. Получается. Так, Фантом Дэнсер у Грейса. Видите, что сейчас очень популярен Бладфестер. Ну, потому что сейчас как идет? Фарм, 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 файт. И так далее. То есть, все так довольно-таки разграничено. И между файтами Бладфестер настакивается. Инфинити Эйдж все-таки артефакт хороший, но дорогой. То есть, когда вы уже купите Бладфестер, уже начнете его стакать. То в этот момент вы бы всего лишь ходили бы с Бэфсвардом и Киркой. Ирелия не скупится на баночке. Видимо, это ее хоть как-то более-менее спасает в файтах. Ломает она здесь все подряд. Ну, Ирелия, конечно, сильна. Что еще говорить? Хотя у нее ульт сейчас, конечно, странноватый уже стал. Но, тем не менее, герой, без сомнения, сильный. Тем более, у нее атак спит полтора. Вообще, будет всех разрывать. Но маловато, маловато у нее хп, в принципе. То есть, учитывая огневую мощь этих вот ребят. Что Шен собрал? Давайте посмотрим. Это Витсент и Санфайр. То есть, Санфайром он может вот так вот быстро пушить в сторону. Почти в любой игре Шену собирает Санфайр. Которая более-менее затягивается. Конечно, если слишком уж доминируют ребята, может быть, что-то другое ему возьмут. А так получается, что у Шена есть время пушить. Пока его команда оттягивает на себя оппонентов. Ну и Санфайром пуш, конечно, значительно лучше. Интересно было бы, кстати, посмотреть Шена с этим вот. С сплэш топориком. Ну, конечно, вряд ли это соберут. Тем более, ман-реген бесполезный. Хп-реген не очень нужны Шену. Но, тем не менее, было бы забавно увидеть Шен такой стоит с удара. Пачку крипов там ломает. Так, ну что ж. Сейчас по деньгам все еще впереди СК. Врывается очень хорошо Ноктер. Ну, тут же она пытается их откинуть. Но в итоге все равно она не спасает своего вертолетика. И еще и проходит ульт Морганы. Но как хорошо сейчас Асилот спас положение. Если бы не он, все было бы значительно хуже. Но, тем не менее, здесь нету Йелло Стара, а у башни очень мало жизней. Поэтому с подходом крипов Эйсеры сломают башню и Ингибитор возьмут. Правда, у Пуки Стайл тоже мало ХП. Но его потихонечку Сона будет отхиливать. Так, он Желудь зачем-то словил. Байдинг от Морганы. Ну, сейчас один выстрел и Таварки нету. Надо это учитывать. Правда, щит кидается на Таварку. Пока все, все пробили башню. И отходят ребята. Попытка убить Лол Про, но нету здесь огневой мощи. То есть, Ирелия понимает, если она запрыгнет, ее быстренько заберут. И Акорки нету. Он, конечно, переродился сейчас, но в тимфайте его бы не было. Ну, получается, что Эйсеры особо не реализовали этот килл. Хотя, все довольно-таки неплохо для них началось. Ну, инициация, смотрите, какая. То есть, влетает Ноктюрн, на него может лететь Шен. К тому же, еще ульт от Соны. Ну, и вообще, все прекрасно в этом плане. 9-10 счет. В принципе, неплохо. То есть, игры стали более-менее наполнены экшеном. Я боялся, что турнир будет довольно скучным. Потому что комментировать матчи, где на 40-й минуте счет 2-4, не очень весело. Ну, смотреть их, я думаю, тоже не очень приятно. Ну, и реально, стандартно прокачивается Кушка в последнюю очередь. Хоть она и берется на первом уровне, но прокачивается в последнюю очередь. Хотя, я видел, когда Эриле максили через Кушку, когда у нее совсем все печально на линии. Она берет Кушку и, типа, там, если ты ее зафейлишь и не добьешь крипа, то ты можешь ее довольно скоро снова использовать. Но я не считаю, что этот вариант хороший. Корки у нас будет брать все-таки инфинтедж. Произойдет это, правда, не скоро. Эриле хочет триньку себе нафармить. Потому что она с этими всякими красными баночками у нее некоторые проблемы. По крипам у нее 192. 236 у Корки. 207 Грейвс. 200 почти Моргана. Шен 156. Ну, он постоянно в командировках, в разъездах. У Кевина счет, посмотрите, какой неплохой. 4, 1, 5. Кевин молодец. Исеры снова подходят к нашу Ору. Но сейчас не та ситуация, когда они его могут взять на халяву. В принципе, бесплатный в арту Асилота. Вот оно, их некоторое преимущество Арианы. То есть, ну, и шарик лежит его. Никак не убить. Хоть у тебя 10 оракулов будет, что ты сделаешь. Зато они понимают, что где-то рядом Асилот. И можно как-то попытаться его убить. Но это вряд ли получится. Асилот. Все-таки Асилот назван в честь маневренного животного. Семейства кошачьих. Который, если что, убежит и спасется. Так, Корки решил забрать дракона. Пока там все страдают фигней. Но он потеряет довольно много маны. Но, с другой стороны, зато даст своей команде 1000 голды. Ни одна из команд сейчас не решается ничего сделать. То есть, если Асеры будут как-то вот сюда заходить неуклюже, то они могут умереть. СК сейчас не чувствует себе силы для того, чтобы драться. Очень многое зависит от ультов. От ульты Арианы, от ульты Морганы. И от того, насколько успешно вот эти вот джанглеры убьют РДД. Учитывая, что у них у обоих хорошая инициация, есть шансы это сделать. Минус РДД вначале, вы сами понимаете, что это очень неприятно. Молкай постоял чуть на луже, но не особо больно это было. Кстати, Корки купил лук сразу же и будет брать тебе QSS. Yellow Star любит что клинс, что QSS. То есть, это дополнительный шанс спастись. Если у вас все-таки Моргана попала с вторым тиком ульты или байнингом, вы используете QSS и спасаетесь. Это подстраховка. Но, конечно, огневой мощи это особо не дает. Ну, это вообще не дает огневой мощи. Но, зато это какой-то дополнительный шанс. То есть, в своих силах Yellow Star уверен и хочет обезопасить себя от некой случайности. Считывая, что в прошлой игре он ловил кучу байнингов. Неплохой такой дым от Грэйса. Ничего не видно. Команды рядом и в Кевина попадают. Сейчас будут его жутко фокусить. Его феряют. Асилот может, правда, спокойно расстреливать. Сона, ой, точнее, Жанну льтануло. Киселовер прямо в толпе. И в итоге минус Кевин. Сейчас еще и Маукай умрет. Вот, кое-как убегает Yellow Star. И в итоге вот слишком серьезное преимущество Уэйсеров. Никак здесь Скай ничего не сделает. То есть, больше дэмэйджа. Просто, просто больше дэмэйджа. Можно, в принципе, даже перемотать еще раз на этот файт. Все подходят. Такие клевые. Так. Видите, фокусит Кевина. Асилот вынужден отходить. Ну, а, вот, он использует прокат. Летит Ноктерн. Вылетает у нас вертолет из-под ульты. Но на него садится Ноктерн. Ноктерн откидывают. Свап. Сколько экшена. Замедление решает. Очень хороший врыв от Шена. В итоге умирает Кевин из-за этого таунта. И вертолет как-то запутался. Он ходит туда-сюда как-то среди врагов. Но, с другой стороны, везде враги. То есть, с одной стороны, Ноктерн. Минус Маука еще здесь. А Асилот стратегически маневрировал. Кидает на свое яичко. Да. В итоге файт переместился сюда. Если бы битва проходила здесь, Асилот мог бы постоянно использовать прокасты. Но в итоге файт переместился сюда. И Асилоту было уже несподручно туда вернуться. Ну и в итоге сейчас эйсеры сломают ингибитор. Как вы понимаете. Можно еще топ сломать. Там сладенькие три таверки. Ну, две, по крайней мере, из них. По крайней мере, ладно, одну можно взять. Но они будут брать именно на Шора. Хотя, уже их оппоненты переродились. И непонятно, что в итоге из этого получится. Но демиджа у них слишком много. И на Шор забирается. Да, не успевает Корки. Корки пришел, так пострелял. Но... Может, Шерн с собой возьмет. Но это не так важно. Главное, на Шор есть. Главное, на Шор будет вот у этих ребят. Давай им атаку и АП. Кстати, Хигстрингер собирается брать Ноктерн. Неплохо. Так, 11-11 счет. И по деньгам все поровну. 31-ая минута. Интересного. Без сомнения, интересного матча. Да, ну, неплохо, в принципе, Эйсеры сейчас стали играть. То есть, если в прошлой игре они совершали какие-то дикие ошибки, то сейчас они поувереннее. Шуреля есть у Маука. Он стоит в варт. И сейчас попытаются они, видимо, сломать ингибитор. Но, так, довольно опрометчивый шаг. Особенно учитывая, что вертолетика-то здесь нету. Ой, лол, можно... Ну, они в итоге отвлекали оппонентов. А вертолетик сейчас попытается расстрелять башню. Ну, треть хп ей снесет. Уже Моргана подходит. Вертолет у нас купил КОСС. Нет, еще не купил. Ну, в итоге он там один выстрел по Моргане сделал. Ну, половину хп у Таурки тоже неплохо. Но там как-то при удачном сечении обстоятельств могли зацепить просто СК-гейминг. И вертолет, он не Шен, он прилететь так быстро не может. Парадокс, да? Вертолет не может прилететь быстро, а ниндзя, какой-то дикий ниндзя с кинжалом может. Но, тем не менее, это так. И это, скорее всего, стоило бы для СК-гейминг игры. Морган как-то под юбку прячет баф на Шора. Я даже не заметил на ней вначале, но видите, он там под юбкой торчит. Здесь прорывается слегка. Да, забавно. Забавно, конечно, баф выглядит на этом скине Моргана. Скин, без сомнения, хороший. То есть, анимации красивые. У него очень красивые анимации. Что байдинг, что ульта, что лужа. Ну, щит тоже более-менее. Так, Сонна купила Спарк. У нее есть и Шурелия, и Спарк. То есть, вообще, все, что надо. И своим атакерам она прибавляет всякие полезные бонусы. Ну, и к тому же, ускоряет. Шурелия все-таки артефакт сильный. То есть, в сумме она дает больше бонусов, чем тот же Гост, например. Я считаю, это как-то слишком, слишком ОП. Шурелия вообще дает максимальную скорость передвижения всех артефактов. Причем всем. Ну, конечно, на короткий промежуток времени, но это можно пофиксить покупкой двух Шурелей, например. Уже такой 812. Опасный крит. 388 демиджа у Грейвса. Вот если этому парню дать пострелять, он убьет всех. Ему плевать, в кого стрелять. В башни. Он даже в эти деревья может, в принципе, пострелять и картечью их сбрить. Так, Шен, как обычно, слегка в стороне. Шен ломает одну таверку. В итоге, эйсеры оттягивают на себя внимание понятных. Не, ну этот парень реально страшен. Я бы не хотел с ним встретиться в темной подворотне. Две баночки. Эффект от Аегиса. Скоро Infinity Edge. Не, ну это реально опасный парень. Релия идет дефать. Но если она будет дефать, то здесь будет драка под таверкой, которую СК вряд ли переживут. То есть, Шен боится у нас Ирелию. Думает, что она его убьет. Иреля здесь ультой отпушила. И сейчас побежит сразу же. Сразу же побежит обратно. Если ребята решат дайвить, то Иреля уже более-менее успеет. Хотя здесь уже сильные крипцы с этой стороны. Как-то сложно. На СК наседают со всех сторон. Они в панике. Подходит волна крипов. Сейчас будет ломаться таверка. Маукаи ультует. Байдингом не падает. Ребята, в итоге минус башня. А Шен продолжает пушить здесь. Исеры давят. Именно давят на своих оппонентов со всех сторон. Минус башня. И к тому же не забывайте, что если что, Шен прилетит всегда. Всегда прилетит на помощь своей команде. Сейчас будет еще бесплатный банк в виде тысячи голды. Еще синий баф здесь забирают на гулю. Причем Грейвсу отдали. Ну, две баночки для полной коллекции статусной строки. Так, минус дракон еще. Не уверенно так СК подходит. Сурун дракона. Типа, а может вы нам оставите или нет? Но в итоге сделать они ничего не смогли. И поэтому отходят. Шен собирает тринити. Это тоже стандартная вещь для него. Ну и массовые реколы от эйсеров. То есть они сделали массу рейдов на вражеские территории. Грабили, убивали. Так, корки с куэсэсом. Но дэмэджа у него 260, в принципе. Не так много, как хотелось бы. У Грейвса 330. Уже закончился наш орбаф, уже закончилась красная баночка. Но тем не менее у него 330 дэмэджа. И уже есть инфинити-эдж. То есть сильные криты, больные криты и так далее. Рядом с сон у него будет 330. Так, корки забирает красный. Взял он врагов синий, к тому же. Ну и сейчас, в принципе, эйсеры могут сделать марш-бросок вот сюда, заставив оппонентов драться. Главное, не подставиться в пятером в узком проходе под ульт Арианы. А то будет больно и неприятно. У Арианы все-таки уже сколько там? 623 АП. 623 Абилити Пауэр у Арианы. То есть ее ульта дамажит 740. Кушка дамажит тоже много, 500, ну и так далее. W дамажит 700. Ну, то есть, эта женщина опасна. Что еще сказать? Если она сделает полный прокаст пятерых, то здесь все умрут на самом деле. Мало кто переживет такие прокасты. Вот, смотрите. Силавер славил прокаст. Еще одна кушка. Вот это Ариан. Вы это видели, парни. Просто Q, W, снова Q. И Моргана уже передумала атаковать. Она поняла, что в стране ее базы лучше. Что там спокойнее и безопаснее. Главное сейчас Асилоту выжить в этом файте на самом деле. Потому что парни поняли его опасности. И сейчас будут пытаться его убить в первую очередь. А вот он часы не торопится брать. Я помню, вот кто-то из профессионалов покупал на таком этапе Ариане часы. Потому что ее будут фокусить в первую очередь. А часы позволяют вам какое-то время переждать. И все это время, пока все будут бегать за Арианой, Корки будет стрелять. То есть Корки так просто не застанет благодаря QSS. И получается, что он может довольно себя нагло вести. Пока там Ариана прокастовалась, стоит статис, и ее все караулят. А Корки в этот момент стоит со стороны, расстреливает. Моргана поняла, что без МДФа ей будет больно и плохо. И купила себе Негатрон Клок. Ну, потому что Ариана действительно показала, кто здесь главный в прошлом файте. Да, здесь Войт Став все-таки будет, скорее всего. Не часы. Ну, в принципе, Войт Став тоже неплохая вещь. Хотя у оппонентов не так много МДФа. И учитывая 50 пенетры, Войт Став сейчас не является необходимым артефактом. Ну, Ноктурнов всяких разве что мочить. Ноктурнов и все. Так, врыв от СК. Нету там Грейвса, поэтому они пытаются как можно скорее ворваться. Но Ноктурн делает темноту. В итоге Эллоу Стар использует КОСС, благодаря этому спасается. Силовер прямо в толпе. Асилот сейчас постарается всех убить. Да, минус один он делает. Использует свой клинз. На него насели более-менее. Он отходит от Лол Про. Ирелия в этот момент мало ХП. Пукестайл убивает одного. У него все еще есть жизни. Почти Асилот убивает Силовера. Ирелия прыгает, но не успевает застанить Пукестайла. Еще чуть-чуть и застанила бы. Правда, жив все еще Асилот. Но на него наседает Лол Про. И в случае чего будет готов Пукестайл его убить. Пукестайл притаился в кустах. Сейчас попытается забрать. Да, забирает. А, не забирает. А, отпрыгнул Асилот. Щит на большое количество ХП. В итоге Асилот дерется с тремя. Кидает яичко. Просвечивает кусты. Не хочет ту же ошибку повторять. Почти убивает. Да, убивает Грейс со своим щитом. Вот это да. Вот это вот парень в очках со стримов, конечно, дал. Асилот молодец. Несмотря на очень неудачный фейсчек здесь. Просто смотрите сколько, сколько здесь всего валяется. Сломанный вертолет. Там какие-то вообще Ирелия мертвая. Не, ну если бы Ирелия Покестайла, конечно, успела застанить до того, как тот бы выстрелил, то все было значительно лучше. Неплохие файты, конечно, в этой игре. Что еще могу сказать? Давайте поближе к лайву пройдем. Вертолетик летит. Купил себе зеленую баночку. Купил себе Бладфестер. Ну, потому что, опять-таки, на Infinity Edge денег нет. Через 3 минуты будет тимфайт. Или даже через 2. И поэтому с одним БФ Свардом бегать не хочется. Так, это уже какой-то полноценный артефакт, который еще и улучшается со временем. С убитыми крипами. Ирелия подходит. У Ирелия есть Guardian Angel, кстати. Вот очень такой приятный момент для команды. Потому что, в итоге, пытает, начинает бить Корки. Корки отлетает. Начинает бить Ариану. Ариана отходит. И в итоге достается Ирелия. И неужели Эстер успеет забрать на Шора? Ариана сейчас снова пытается забрать. И он забирает на Шора. В этот раз все получилось более удачно. Он нам мультует. Но он обменял себя на на Шор Баф. Сейчас, ребятам, надо отойти. Дефать пока нету. Пока нету дерева. Несмотря на наличие на Шор Бафа, конечно же. Так. Асилот какое-то время стоял на месте. Видимо. Вдруг, чтобы оппоненты подумали, что он дисконнект. Но в него влетает. Еще летит сюда Шен. Неужели сейчас Асилота убьют? Опа. А где Шен-то? Ш-ш-шен. Шен. Странно. Ну, ладно. Ломается здесь ингибитор. Но СК отдефают, конечно, под таврками. Да. Ранэй молодец. На самом деле, шаг очень рискованный. Потому что, если бы у него не получилось это сделать, то СК бы проиграли. Немного-немного.